Доггерленд. Нет, это не страна собак, как вы, вероятно, подумали сначала. Это земля размером с Великобританию на севере Европы. Но не пытайтесь найти ее на карте старого континента, ваши поиски будут тщетны. Доггерленда не существует уже тысячи лет, но где именно он находился и жили ли здесь люди? Ученые делают все возможное, чтобы ответить на эти вопросы. Начнем с названия. В 1990-х годах британский археолог Брайони Коллс назвала эту местность Доггерлендом в честь Доггербанка, песчаной отмели, расположенной примерно в 100 километрах от восточного побережья Англии. Слово, вероятно, происходит из голландского языка. Оно использовалось для обозначения рыболовного судна с двумя мачтами. Вполне логично, ведь сегодня Северное море – богатый рыболовный район. Но тысячи лет назад у людей, живших здесь, был другой рацион. Около 12 тысяч лет назад последний крупный ледниковый период постепенно подходил к концу. На Доггерленде была не морская вода, а болота, лагуны, леса и пологие холмы. В то время Великобритания и Ирландия не были островами, они располагались в глубине материка. Можно было отправиться в Данию и дойти до севера Шотландии. Существовала система рек, которые впадали в Северное море. В те времена это был скорее канал, отделявший Доггерленд от Норвегии. Реки тоже были другими. Темза впадала в Рейн в Германии. Древняя река, которую они образовали, протекала на месте нынешнего Ла-Манша и впадала в Атлантический океан. В Доггерленде даже было озеро. Там также было несколько ледников, но земля все же была пригодна для жизни. Итак, кто же там жил? В среднем каменном веке Мезолите существовали сообщества охотников-собирателей. В этот период истории человечества наши предки освоили каменное орудие из обтесанного камня. Они использовали эти камни с острыми краями для изготовления копий и наконечников стрел. Это пригодилось в Доггерленде, который был самым богатым охотничьим районом во всей Европе. Это мог быть и самый населенный регион на северо-западе континента. Добычей охотников скорее всего были и северные олени, мамонты, быки, дикие свиньи, бурые медведи, волки и многие другие виды животных. Словом, здесь никто не голодал. Мясо было не единственным блюдом в меню. Древние жители Доггерленда собирали лесные орехи и ягоды. Они жили в деревянных хижинах и строили их вблизи рек. И даже строили свои поселения на холмах. Помните Доггербанк? Сейчас Отмель находится под водой, но раньше это была гористая местность. В доисторические времена Доггерленд должно быть являлся первоклассной недвижимостью. Его общая площадь составляла более 29 тысяч километров, но вскоре все ушло под воду. Последний ледниковый период заканчивался. Вся вода, запертая в ледниках и ледяных щитах, начала таять. Вы испытываете этот процесс на собственном опыте каждый раз, когда заказываете холодный напиток. Даже если вы выпьете его до дна, через некоторое время стакан снова будет полон. Почему? Потому что ледяные кубики растаяли. Подумайте о Доггерленде как о таком стакане. Уровень моря начал быстро повышаться. Каждый век море затапливало от одного до двух метров суши. Представьте, что это значит сегодня. Высота Майами над уровнем моря составляет около двух метров. Город будет затоплен менее чем через сто лет. Но было одно событие, которое ускорило ход событий. Тысячи лет назад в Норвежском море произошла серия подводных оползней Стурега. А что происходит, когда огромные куски земли внезапно смещаются под водой? Гигантские волны. Вы, наверное, знаете, что такое цунами. На Доггерленд, скорее всего, обрушилось несколько таких волн. Они были настолько мощными, что, по мнению исследователей, смыли сухопутный мост между Великобританией и остальной частью континента. Все, что осталось от Доггерленда, это остров размером с Уэльс. По оценкам ученых, высота волны этого древнего цунами составляла не менее 12 метров. Около шести тысяч лет назад Доггерлендсы переместились. Они мигрировали в более высокие земли – Англию и Нидерланды. Ирония заключается в том, что при дословном переводе названия страны Нидерланды на английский язык мы получаем низкие земли. Но тысячи лет назад это была возвышенность для охотников-собирателей, спасавшихся от наводнения. Когда все закончилось, континент Европы приобрел ту форму, которую мы легко узнаем сегодня. Но Доггерленд исчез. Он находится под волнами Северного моря уже 8200 лет. Не напоминает ли вам история Доггерленда более известный случай затопленной земли? На ум сразу приходит Атлантида. Но есть одно важное отличие – Атлантида – это всего лишь легенда. Все, что мы знаем о ней, почерпнуто из трудов греческого философа Платона. Ученые долгое время искали Атлантиду, и до сих пор они не могут прийти к единому мнению, где именно она находилась. Теории варьируются от Средиземноморья до Антарктиды. Доггерленд – это не миф. Все, что наука знает об этой затерянной земле, основано на неопровержимых доказательствах. В 1931 году рыболовное судно занималось промыслом у побережья Норфолка, Англия. В то время команда тащила сеть по морскому дну, сметая все на своем пути, и поймала не только рыбу. Это был Тор, подобный тому, что мы находим на Аляске и в Ирландии. Но что он делал на дни Северного моря? Ему там было явно не место, ведь морская вода его разрушает. Было только одно возможное объяснение. Должно быть, в какой-то момент истории эта территория была сушей. Последним доказательством стало то, что в Торфе находилось острие гарпуна – верный признак деятельности человека. Впрочем, идея была не нова. Со времен Средневековья велись разговоры о затопленной земле с подводными лесами. В 1913 году британский геолог Клемент Рид выдвинул идею о существовании подводного мира в этой части Европы. Научные доказательства продолжали накапливаться. Местные рыбаки начали доставать орудия труда и кости животных. Исследователи определили, что их возраст составляет около 9 тысяч лет. Но глубокие мутные воды Северного моря не позволяли спускать в них водолазов. Один из археологов заметил, что о поверхности Луны они знают больше, чем о том, что лежит на дне этого относительно мелкого моря. Открытие нефти в этом районе в 1960-х годах стало переломным моментом. Компании, работающие в этой отрасли, предоставили ученым данные сейсмических исследований. Это помогло составить полную картину того, как выглядел Доггерленд раньше. Компьютерные модели вскоре позволили получить изображение речных долин, береговых линий, пресноводных озер и холмов. На морском дне даже сохранились следы кочевых племен. Сегодня морские биологи используют магнитные поля, чтобы составить карту этого затонувшего подводного мира. Но Доггерленд не единственное место на Земле, ушедшее под воду. Берингия — еще один затерянный мир, имеющий глобальное значение. Когда-то это был сухопутный мост между Азией и Северной Америкой. Своё название он получил от Берингового пролива. Его ширина в самом узком месте составляет 85 километров, но до конца последнего ледникового периода здесь была суша, которую наши предки называли своим домом. Генетические данные свидетельствуют о том, что коренные американцы жили в Берингии около 15 тысяч лет. Центральная часть этой территории была в 9 раз шире Ла-Манша и составляла 60 километров. Если вы хотите представить, как выглядела эта земля, подумайте о современной Арктической Аляске. Это была кустарниковая тундра. Там росли небольшие ивы и березы. К сожалению, шерстистых мамонтов там не было. Крупным пасущимся животным просто не хватило бы пищи в Берингии, хотя лоси и снежные бараны здесь, вероятно, водились. Но ледниковый период не смог длиться вечно. Как и в Доггерленде, уровень моря начал повышаться. Это произошло около 13 тысяч лет назад. Плохие новости, научные данные свидетельствуют о том, что примерно в это время люди начали продвигаться на юг. Они покинули медленно опускающуюся Берингию и перебрались на Аляску. Оттуда они заселили обе Америки. Это были предки коренных американских племен.